Снова всем привет! Начинается 17-я ночь в игре Seven Days to Die. Мы закапываемся в поисках железа. Все глубже и глубже. Я думаю, что всю ночь мы проведем именно так. За этим вот занятием. Если, конечно, не придет к нам никто. Как это обычно бывает. Так, 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 так. Давайте-ка мы... Угу, здесь у нас камень. На камень нам, наверное, лучше будет использовать молоток. Ну, вернее, не молоток, это каменный топор. Вот так вот. Здесь можно закрыть пока что вот этими фреймами. Тем более, что наступила ночь. Выходить я в ближайшее время не планирую. Пускай зомби рушат фреймы. А мы будем копаться здесь. Если я захочу выйти, я сделаю себе фреймов и, в общем-то, выйду. Потом, при случае, мы облагородим всю эту территорию. Сделаем нормальный заход. Ну, если будем вообще разрабатывать эту шахту. Потому что следующая у меня на очереди селитра. Не то чтобы срочно, это имело бы смысл, если бы я сделал, как я планировал, турель. Что-то мне подсказывает, что турель мы не сделаем к Орде. Запчастей на нее вообще нет. На девятнадцатый день обновятся торговцы. Можно будет к ним сходить, посмотреть. Если там появилось что-нибудь, ну, запчасти, то купить. Если нет, то придется закупать сталь. Так, камешки тоже ковырнем, расширим себе здесь. Немножко пространства. Здесь так осыпаться не должно, как в той нашей шахте. Потому что здесь у нас мы закопались уже в камень. То есть вот это вокруг меня, это все камень. Так. И здесь камень. А железо идет прямо вниз, получается. Мы можем из камня делать песок прямо здесь. Нет, к сожалению, нет. Давайте починимся. Так, починимся так. Все починим. Так, я слышу, что к нам пришли. Топчется кто-то. Да, нас еще и услышали. Вот это к вопросу о том, что зомби не умеют копать. 750. Причем она продвинутая была. Тварь это. Еще как умеют зомби копать и разрушать блоки любые. Все, что попадается им на пути и мешает им добраться до тушки игрока, они стремятся разрушить. Неважно, что это земля либо блоки. А мы продолжаем. Так. И песочек все равно. В той шахте нашей они не слышали. То есть там пришла орда, как вы помните, в один из дней. И они там бродили вокруг. И ни я их не слышал, ни они меня. А здесь то ли потому, что это просто фреймы, а не нормальные блоки, то ли потому, что слишком я высоко был. Но эта тварь меня видела. Так, кофеек не забываем использовать. Жалеть не будем его. Камень пока долбить специально не будем. Будем закапываться по максимуму. Зомби даже если упадет сейчас вот сюда, в принципе у нас будет здесь возможность его встретить достойно. Но если он будет один или два, с ордой конечно будет проблема. Так, это у нас камень. Камень нам не нужен. Так, а здесь тоже камень. Значит, железо у нас пошло вниз и вот сюда вот. Давайте пока в сторону копать. так. Но он бьет блок следующий, не вот этот, который передо мной. Или нет? отлично. Вот у нас фактически уже и боковой проход. Так вот этот лад мне вообще не нравится. Возможно опять какой-то спаун прошел. в игре есть такой параметр как-то называется то ли нагрев то ли температура о, кстати селитра. Смотрите, давайте добудем немножко селитры раз она здесь попалась нам. Так вот как и в Майнкрафте здесь как бы рельеф разделен на чанки так называемые то есть области и в каждой области вот этот параметр нагрева он зависит от действия игрока. Раньше зависел даже от горящих факелов но сейчас насколько я знаю факелы не влияют на нагрев. Вот и чем сильнее этот самый нагрев тем вероятнее приход зомби. в том числе зомби-крикух которые своим криком как мы знаем призывают других зомби. Температура вот эта нагрев повышается от печек естественно и от разрушения блоков особенно блоков железных. Поэтому вот вокруг шахты такой весьма вероятно спаун различных зомби в том числе орды и вот этих самых крикух а у нас уже третья неделя поэтому крикухи могут быть реальной проблемой уже. У нас все закончилось и кофе и допинг весь закончился кстати говоря мы можем даже немножко пороха сделать три штучки довольно быстро кстати он делается на удивление тут довольно большая жила вот этой самой селитры смотрите в одну сторону у нас железо в другую селитры это очень хорошая шахта получается сразу два ресурса как бы в одном месте но нам сейчас важнее все-таки железо давайте будем долбить именно так будем все-таки в бок больше уходить не вниз походу здесь все с железом боковая ветка заканчивается нет смотрите ка а ну это все одно и то же продолжается это все одно и то же боковой у нас коридорчик здесь вот тоже железо стараюсь не терять направление вверх вниз потому что иначе мы не сможем отсюда выйти скорее всего еще как и в 16 альфе есть возможность добывать металл в разрушенном биоме у нас его вроде бы здесь нет поблизости к сожалению может быть если бы мы жили где-нибудь так а вот пошел уже осыпаться песок это плохо вот если бы мы жили где-нибудь на границе с разрушенным биомом мы могли бы там добывать как в 16 альфе я добывал металл с этих обломков очень неплохо его можно там копать а тут свинец кстати смотрите это уже не железо это уже свинец я кстати не заметил возможно я все это время копал именно его ну-ка нет вот это железо мы проголодались а что у нас есть а ничего у нас нет я что затупил и не взял с собой еды друзья вот это засада но придется на кофе как-то держаться упала у нас максимальная стабина от голода так камень я думаю ничего страшного до утра мы дотянем а утром отправимся уже на базу там перекусим это все железо а свинец видимо вот это да он такой с отливом немножко не знаю синеватым свинец важен но сейчас пока бьем железо очень хорошее место мы нашли сразу три уже ресурса и свинец и железо и селитра прям все что нам надо да много так железа смотрите копать не перекопать только надо не забывать чинить нашу кирку так это свинец подожди так и туда еще никто не обещал что они какой-то правильной формы эти жилы понятно что они с такими вот ответвлениями будут разнообразными хорошо что я не страдаю клаустрофобией а то бы я не смог закапываться в такие шахты вот интересно если человек страдает в жизни клаустрофобией распространяется это на игры потому что зачастую мы знаем что в играх приходится такие замкнутые помещения посещать при том игра делает все чтобы тебя дополнительно еще дезориентировать напугать если среди зрителей есть такие люди поделитесь в комментариях как вы с этим справляетесь потому что я лично знаю человека который из-за клаустрофобии не пользуются лифтами то есть сейчас строят дома высокие там и 25 может быть этажей обычный жилой дом ну и вот он ходит пешком я насколько помню я максимум ходил пешком на 14 этаж и то это бы буквально один раз послышалось мне мои собственные шаги я тоже могу принять за шаги зомби так вот уже мы сделали круг смотрите у нас вот такая колонна из песка я думаю что ее нужно скопать так это у нас какой-то металл похоже вот чтобы нам наголо все это не упало чтобы если оно упадет то уже упадет как есть да вот это то о чем я говорил вот это вот тоже можно срыть это песочек вот у нас получается уже такое как бы пространство выход у нас вон там даже если зомбак какой-нибудь свалится мы тут можем в принципе немножко от него даже и побегать а мы продолжаем копать кофе надо принять близится у нас утро кстати говоря я думаю что утром мы сгоняем на базу а это будет кстати девятнадцатый день соответственно план такой мы сгоняем на базу выложим там все то что накопали и возможно сгоняем поищем клад по заданию чтобы нам к торговцу прийти уже как бы не с пустыми руками да пожалуй на сегодняшнюю ночь это все я буду сейчас выкапываться наверх на сегодня все спасибо за внимание и до встречи днем